Самое большое количество гонщиков было показано в мировом гран-при в Тачках 2, и я продолжаю показывать вам самых интересных персонажей гонщиков во вселенной машин. И сегодня у нас будет один из самых родных и загадочных героев Виталий Петров, гонщик из России, который также пытался конкурировать с Ранческо Бернули. Сегодня покажу вам разбор этого героя, расскажу какую отсылку сделали Pixar благодаря гоночному мероприятию, и также разберем его реальную историю и взаимоотношения с молнией. Добрый день, с вами я Санчес, и сегодня покажу вам разбор на персонажа Виталия Петров из мультфильма Тачки 2. Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, чтобы вы не забывали ставить лайки и писать комментарии. Ваши лайки и комментарии помогают выходить видео в рекомендации, поэтому не забывайте об этом. Но не буду вас отвлекать, давайте начнем. Я думаю, в предновогоднюю пару разобрать такого интересного персонажа будет как раз кстати. Ну и плюс вы сами давно просили меня сделать на него разбор. Для меня, несмотря на то, что Петров появлялся лишь небольшими отрывками в Тачках 2, является одним из самых любимых гонщиков Гран-при, наравне, наверное, с Тадороки. И поэтому сегодня я постараюсь и вам рассказать, за что его стоит любить. Виталий Петров – один из участников мирового Гран-при, который организовал карданвал для того, чтобы выявить самого быстрого гонщика с разных стран. Ну и знатно прорекламировать растительное топливо Алинол. Петров представляет Россию, представляет столько версий для нашей страны. Эпизодически, помимо кадров с гонок, мы можем его видеть в самом начале приезда Маквина и Метро в Токио, когда у них проходит вечеринка. Маквин встречает Виталия и Льюиса Хемильтона, и они начинают разговор, но отвлекаются на Метро, который начинает позорить Маквина своим поведением. И на этом встреча с Петровым заканчивается. Вообще, у Пиксара были большие проблемы с развитием персонажей из других стран, и Виталий Петров стал частью этой проблемы. Развивая разных персонажей и гонщиков, авторы долгое время не могли определиться с характером гонщиков, они не знали, как показать большинство персонажей разными. Поэтому некоторые персонажи агрессивны, а некоторые совершенно нейтрально настроены к Маквину, и несмотря что являются соперниками на Гран-при, они относятся к друг другу с уважением. Один из таких как раз Петров. Джон Лассетер хотел сделать вселенную Тачек 2 более глобальней, чем в первой части. Поэтому было принято решение скопировать концептуально гонщиков и их машины в главных соперников Маквина на Гран-при. Примечательно то, что Пиксар с Диснеем сделали эту сценку исключительно для нашей страны. В каждой сцене на этом месте был совершенно другой герой. Об этом, кстати, я рассказывал в одном из выпусков про русских персонажей. Но напомню, что версией для зрителей США был Джефф Горветт, для зрителей Мексики мема Рохас-младший, для зрителей Австралии Марк Фрости и так далее. Узнать персонажей своей страны было проще простого. На боковой части корпуса у всех был изображен флаг страны, которую они представляют. Реальная концепция. Внешне Петров напоминает AMG Mercedes DTM C, гоночный автомобиль, разработанный специально для гоночных чемпионатов. Выходная мощность составляет примерно 483 лошадиных силы. Новый DTM AMG Mercedes C купе основан на новейшем купе Mercedes-Benz C класса. Мировая премьера которого состоялась осенью 2011 года. Это, как я считаю, не просто так. Просто экс-пилот команд Формулы 1, Рено и Каттерхам, россиянин Виталий Петров. Он подписал контракт с командой гонок серии DTM Mercedes на сезон 2014 года. Вот, кстати, как его выглядела гоночная машина. Очень напоминает дизайн с Тачек 2. Но, опять же таки, это просто возможное сходство автомобиля. Летом 2013 года Петров представлял команду DTM Mercedes-Benz в автомобильном шоу Moscow City Racing на Красной площади. И во время первого в истории российского этапа DTM на трассе Moscow Raceway. В январе наступившего года россиянин поучаствовал в тестовых заездах за рулем автомобиля Mercedes-AMG C Coupe в португальском Портимоне. После чего представителями немецкого концерна было принято решение сделать Петрова одним из своих пилотов на предстоящий сезон. Вы можете сказать, но мультфильм Тачки 2 вышел в 2011 году, а в 2010 и 2011 Петров был в контракте с Рено. И я спрашивал даже в официальной группе гонщика, как такое возможно. На что мне ответили, что это не более чем сложившиеся совпадения. Просто так совпало. Но Pixar были бы не Pixar вместе с Disney, если бы не зашли еще дальше. Они также постарались дать голоса настоящих гонщиков, чтобы каждый гонщик страны озвучивал и голос своего персонажа. Поэтому вы уже правильно поняли. Петрова озвучил сам Виталий Петров, первый российский гонщик, выступавший в гонках чемпионата мира Формулы 1. И первый российский гонщик, завоевавший подиум на гран-при Формулы 1. Но почему Виталий Петров и Маквинн так хорошо общаются? Несмотря на дружеское общение в полнометражном мультфильме, узнать их побольше помогают некоторые рассказы. Как пример, один из них под названием «Гонка в Москве». У нас этот рассказ выходил в журналах. Тут вы можете узнать побольше о характере Виталия Петрова, который по своей сути довольно-таки добрый и простой парень. Проезжая разные достопримечательности в рассказе, он будет рассказывать о самых интересных местах. Пересказывать вам всю историю не стану, но скажу, что тут 12 персонажей-гонщиков зимой гоняли по Москве. Были на Красной площади, объезжали все самые популярные места и некоторые из них даже гоняли по замерзшей Москве-реке, такие как Маквинн. А кто-то ехал по дороге в объездах. Виталий Петров, можно сказать, является главным персонажем этой истории. И по ходу сюжета рассказы раскрываются еще больше с хороших сторон. Да и вообще, в некоторых историях рассказов он также выделяется из массы других героев. Ну, давайте теперь подведем итоги. Что же мы узнали о таком персонаже, как Виталий Петров? Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что мне приятно было узнать этого персонажа с разных сторон. И особая благодарность Пиксару, что в тачках есть персонажи с России. Это еще больше расширяет просторы вселенной тачек и показывает, как авторы по-настоящему позаботились о каждом гонщике с разных стран. Приятно также лично для меня то, что Петров не является завистливым, гадким или жестоким соперником. Он спокойный, добрый и уверенный в себе профессионал на дороге. Поэтому за это еще больше уважения студии, что каждый гонщик Гран-при показан как более-менее нейтрально настроенный персонаж. Ну, конечно же, не считая Бернули. Ну и не могу не отметить интересные истории, которые добавляют еще больше атмосферы между состязаниями гонщиков. За этим интересно наблюдать и читать про их соревнования в Москве. В целом, интересный персонаж, который как нельзя кстати подошел под новогоднюю тему разбора. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность влияет на выход видео. Кстати, можете написать свое мнение о Виталии Петрове. Мне будет интересно почитать вообще, как вы к нему относитесь. Потому что, если честно, во всей франшизе тачек его не особо почему-то и выделяют. Как я вам и говорил, 500 лайков и новое видео будет ходить активнее. Также, ребята, у меня есть два канала. Один по фильмам, где я делаю разборы, мнения и реакции на кино. Кстати, буквально вчера вышел разбор на нового Человека-паука, Нет пути домой. Можете посмотреть. Я там разбираю порой даже и сериалы. И второй игровой, где я прохожу разные игры по мультфильмам. Зайдите, может вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok